Итоги конкурса «Спасатели глазами детей» подвели в областном центре. А с учетом того, что проводится он уже 25-й раз, а еще в этом году 170 лет празднует пожарная служба, работ было не просто много, а очень много в 9 номинациях 930. Рукодельное мастерство самых разных направлений, конструирование, написание очерков, рассказов, сказок. Изобилие работ, представленных конкурсу в нынешнем году, впечатляет. Техника будущего, макеты пожарно-аварийно-спасательных частей, самое неожиданное воплощение героев огнеборцев и многое другое. В работах юных брещан ежедневный подвиг сотрудников МЧС особенно красив и величественен. Сложно было, сложно говорить детям, нам сложно выбирать. Но мы сегодня будем отмечать 52 призера. Это победители в номинациях и призеры. И 8 наших ребят стали призерами в республиканском этапе. Поэтому мы отмечаем с удовольствием, что наши дети показали достаточно высокий уровень в этих работах. Конкурс «Спасатели глазами детей» – мероприятие традиционное. Он объединяет в зале самую творческую, креативную, увлеченную молодежь, авторов всего того многообразия, которое представлено на большой вернисаже. Марина Зеленина из агрогородка Черняны Малорицкого района для конкурса написала стихотворение, посвященное спасательному отряду «ЗУР». А кабринчанка Арина Федячкина удостоена диплома и ценного подарка за свой рисунок. Готов отряд работать круглосуточно. Над головой висит угроза обрушения. Их действия продуманы, рассудочны и стоят целой жизни воскресенье. Мне нравится этот конкурс тем, что он прививает мне и моим сверстникам правила безопасности. А что ты включаешь в понятие правила безопасности? Правильно мыслить, если в жизни случаются какие-то такие ситуации, к примеру, пожары, землетрясения и тому подобное. Мне всегда нравились пожарные. Я с детства любила рисовать пожарные. И когда эту тему нам предложили нарисовать, мне очень это понравилось. Мне захотелось нарисовать два пожарных. То, что я хотела нарисовать, у меня получилось. Так, через искусство и художественное слово мальчишки и девчонки не только сами вспоминают основные правила безопасного победения, но и приобщают к ним сверстников и взрослых. И нет никаких сомнений в том, что интерес к творческому конкурсу будет расти, поскольку детские начинания организаторы всегда готовы поддерживать. Впрочем, творчество не только детей, но и взрослых. В рамках конкурса «Спасатели глазами детей» были подведены итоги журналистского конкурса, который проходил в четырех номинациях. Среди победителей – областная газета «Заря» с большим проектом МЧС. Освещение темы безопасности очень важно для наших граждан, и эта тема всегда присутствует на страницах газет, радио, телепередачах, программах. «Заря» всегда участвует в этом конкурсе творческом. Неоднократно мы получали награды, и это очень приятно. В частности, мы реализовывали в прошлом году проект, он назывался МЧС, в котором мы рассказывали не только о каких-то рекомендательных вещах, но и, собственно, о жизни подразделений МЧС, о лучших сотрудниках, о каких-то операциях, которых они проводили, о учениях, о их буднях, о их праздниках. И очень приятно, что труд наших журналистов, фотокорреспондентов был замечен в этот раз. 12 призеров, лучшие будут отмечены призами, ценными подарками, поэтому я хочу только поблагодарить за то взаимодействие, которое средства массовой информации оказывают нашему министерству, потому что пропаганда безопасной жизнедеятельности сегодня направлена на сохранение жизни и здоровья наших людей. Награды нашли своих героев. Это значит, что впереди их ждут новые успехи и новые высоты. Конкурсы подобного формата представители управления по чрезвычайным ситуациям планируют проводить и дальше. Так что плеяда талантов пополнится новыми именами, именами знатоков правил безопасного поведения и творческого воплощения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова